Слава тебе, Дух Святой! Слава тебе, Дух Святой! Слава тебе, Дух Святой! Слава тебе, Дух Святой! И во имя Иисуса сегодня Отвергая любые сомнения Убавая на милость Бога Мы поем эти места пения Мы сегодня по праву наследия Это радость святая Наступил этот день воскресенье И кто знает и любит Бога Придавая тела все за пенью Собрались, чтобы слушать слово Собрались и подняли к небу Без сомнения и страха руки Мы как жаждем Отец небесный Исполнение Святого Духа Ох, Алла, Та откроется небо Ох, Алла, И замбилием хлеба Ох, Алла, Эта радость святая Да оживи сердца О, хвала, там кроется небо О, хвала, изобилием хлеба О, хвала, это радость святая Да оживи сердца Да оживи сердца Да оживи сердца Сердце мое наполняет мир Надежду ты даешь В час, когда трудно верить Ты руку подаешь Ведешь меня в молитве Победу даришь мне Перед тобой я преклонюсь Пою хвалу тебе Только тебя я буду славить Только тебе я буду петь Я хочу голос твой услышать Лишь на тебя хочу смотреть Только тебя я буду славить Только тебе я буду петь Я так люблю тебя Люблю тебя хотеть Сердце мое Сердце мое наполняет мир Победу даришь Победу даришь мне Победу даришь мне Только тебе я буду петь Я так люблю тебя Люблю тебя Отец Только тебя Только тебя я буду славить Только тебе я буду петь Я так люблю тебя Я так люблю тебя Люблю тебя Отец Только тебе я буду славить Я так люблю тебя Я так люблю тебя Люблю тебя Только тебя я буду славить Только тебе я буду петь Я так люблю тебя Люблю тебя Люблю тебя отец Я хочу голос твой услышать, лишь на тебя хочу смотреть. Только тебя я буду славить, только тебе я буду петь. Я так люблю тебя, люблю тебя, отец. Я так люблю тебя, люблю тебя, отец. О, я так люблю тебя, люблю тебя, отец. Мы любим тебя, Господь. Мы поклоняемся тебе, Дух Святой. Приди, приди и наполни нас. Пей не тихого ветра, Дух Господень на мне. Пей не тихого ветра, Ты прикоснись ко мне. Пей не тихого ветра, Ты говори ко мне. Пей не тихого ветра, Двигайся во мне. Пей не тихого ветра, Дух Господень на 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 мне. Пей не тихого ветра, Ты прикоснись ко мне. Пей не тихого ветра, Дух Господень на мне. Пей не тихого ветра, Дух Господень на мне. Пей не тихого ветра, Ты прикоснись ко мне. За тобой я побегу В тишине тебя найду За тобой я побегу Рано услышь голос мой Рано предстану пред тобой И буду ожидать от тебя Рано услышь голос мой Рано предстану пред тобой И буду ожидать от тебя Пей не тихого ветра Дух Господень на мне Вей не тихого ветра Ты прикоснись ко мне Вей не тихого ветра Ты говори ко мне Вей не тихого ветра Ты говори ко мне Вей не тихого ветра Ты прикоснись ко мне Вей не тихого ветра Вей не тихого ветра Ты говори ко мне Вей не тихого ветра Двигайся во мне В тишине тебя найду За тобой я побегу За тобой я побегу За тобой в тишине тебя найду Я побегу за тобой За тобой я побегу Рано услышь голос мой Рано предстану пред тобой И буду ожидать от тебя Рано услышь голос мой Рано предстану пред тобой 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 Рано предстану пред Рано предстану предстану пред Рано услышь голос мой, Рано предстану пред тобой, И буду ожидать от тебя. Рано услышь голос мой, Рано предстану пред тобой, И буду ожидать от тебя. Рано услышь голос мой, Рано предстану пред тобой, И буду ожидать от тебя. Отец Небесный Боже, мы ожидаем от тебя сегодня, Господь. Мы сегодня пришли пред Твое лицо, Господь, И мы не ожидаем сегодня от человека, но ожидаем от Духа Твоего, Господь. Мы просим тебя, Боже, говори сегодня к нашим сердцам, Преображай нас сегодня в Твой святой образ, Господь, Чтобы мы сегодня ушли отсюда измененными, преображенными во имя Иисуса Христа. И мы благодарны Тебе, Боже, за Твое святое присутствие на этом месте, Которое сегодня преображает наши жизни, Господь. Мы благодарим Тебя, славим Тебя, поклоняемся Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте воздадим Ему славу, Он достоин, достоин славы, наш Бог. Аллилуйя. Слава Богу. Присаживайтесь в Божьем присутствии. Повернись своему соседу, скажи, я рад тебя видеть. Повернись другому соседу, скажи, у тебя красивая улыбка. И действительно, великое благословение есть нам собираться в Доме Божьем. И прежде чем мы будем чтить Господа своими приношениями, я хотел бы вдохновить вас это делать словами Иисуса Христа, которые записаны в Деянии, 20 главе, 35 стихе. Апостол Павел говорит, «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надо бы поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». И действительно, сегодня есть великое благо, или, как сказать, современным языком, великое счастье сегодня есть давать. И сегодня, по Божьей милости, мы сегодня имеем то, что мы имеем. Мы имеем жилье, мы имеем семью, мы имеем родных и близких. И это все благодаря тому, что Божья милость сегодня есть в нашей жизни. И Иисус, Он, как великий даятель, говорит, чтобы нам сегодня быть счастливыми на этой земле, нам нужно стремиться больше давать, чем принимать. И мир сегодня, Он учит об обратном, да, что нам нужно сегодня принимать, нам нужно иметь какую-то прибыль, чтобы это оставалось все у нас, в себя богатеть. Но Библия нас учит совершенно другому. Библия учит нас сегодня богатеть в Господа. И я изучал биографии миллионеров, миллиардеров, богатых людей. И большинство из них, которые не занимались благотворительной деятельностью, они заканчивали очень печально. Большинство из них заканчивали суицидом. Большинство из них заканчивали тем, что они начинали употреблять наркотики, начинали употреблять алкоголь. Потому что когда ты вкладываешься только в себя, когда ты заботишься только о себе и не делишься тем, что у тебя есть, это не приносит счастья. Это приносит угнетение, депрессию, и ты не получаешь от этого наслаждения. Но Иисус, зная законы Божии, Он знает истину, да, и Он учит нас о том, что сегодня действительно счастье есть в том, чтобы давать. И я хотел бы, чтобы мы открыли одну историю об одном богатом человеке, которое записано в Евангелии от Луки в 19 главе, с первого стиха. Потом Иисус вошел в Верихон и проходил через него, и вот некто именем Захей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал бы ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув и увидел его, сказал ему, Захей, садись скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И мы видим, Захей был богатым человеком, он был мытарем, и он привык по своей жизни, он привык получать все время, он привык что-то с людей иметь. И мытаря это были те люди, которые ходили, собирали налоги, и их не любили, так как они были, они работали на Римскую империю, они были, так сказать, пособниками захватчиков. И поэтому Захей, он был таким человеком, которого все не любили. И я думаю, это богатство, оно также не приносило ему какого-то счастья, оно не приносило ему какое-то благословение. Но однажды он увидел Иисуса, и Иисус говорит ему, Я хочу быть сегодня в твоем доме. И если мы будем читать дальше, написано в 6 стихе, И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Захей же став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал, ныне пришло спасение дома сему, потому что и он сын Авраама. И мы видим, что Захей принял решение, что он примет Иисуса в своем доме, что он послужит ему своим домом, и тем самым он оказал ему, Иисусу, даяние своим имением. И написано, что он делал это с радостью. Я думаю, спустя долгое время, когда он работал, так сказать, мытарем, он впервые, наверное, ощутил вот эту настоящую радость. И впоследствии мы видим, что он говорит, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. И он усвоил этот урок, когда Иисус говорит, что блажение давать, нежели принимать. И тем самым он увидел, что в этом есть благословение, что в этом есть счастье, когда мы можем не только получать, но и можем благословлять. И давайте сегодня, братья и сестры, мы будем служить Господу нашим имением, будем служить нашими финансами, и будем это делать, потому что на самом деле в этом есть настоящее счастье. Давайте встанем и будем еще поклоняться Господу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы. Поднимут крылья, как орлы. Надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы. Поднимут крылья, как орлы. Поднимут крылья, как орлы. Он отбегут и не устанут, пойдут и не утомятся, Поднимут крылья, как орлы, поднимут крылья, как орлы. Надеющиеся на Господа, надеющиеся на Господа, Поднимут крылья, как орлы, поднимут крылья, как орлы. Надеющиеся на Господа, надеющиеся на Господа Поднимут крылья как орлы, поднимут крылья как орлы Подтекут и не устанут, пойдут и не утомятся Поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, Пойдут и не утромятся. Поднимут крылья, как орлы. Поднимут крылья, как орлы. Разве ты не слышал, Разве ты не знаешь, Разве ты не знаешь, что Господь, вечный Бог, не изнемогает? Он сотворил концы земли, не утомляется, разум его не следит. Разве ты не знаешь, что Господь, вечный Бог, не изнемогает? Он сотворил концы земли, не утомляется, разум его не следит. Разве ты не знаешь, что Господь, вечный Бог, не изнемогает? Ты Бог, который не изнемогает, и сила твоя не иссякает, Господь. Ты Бог скрепкий, ты Бог сильный, ты Бог всемогущий, ты Бог славный. И такому Богу мы молимся и поклоняемся, Господь, да будет имя твое прославлено. Надеющиеся на Господа Поднимут крылья, как орлы Надеющиеся на Господа Поднимут крылья, как орлы 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 Сегодня столкнулся Господь с болезнью И мы приказываем онкологию убираться вон Во имя Иисуса Христа Мы приказываем легким очиститься Мы повелеваем раку убираться вон из его тела Во имя Иисуса Мы провозглашаем полное исцеление, полное восстановление В его теле, в его легких Во имя Иисуса Легкие очиститесь Дыхательные пути восстановитесь Прямо сейчас Боже Дух Святой сойди на него Во имя Иисуса Мы молимся за Алексея Савчука Мы молимся, чтобы ты исцелил его Ты видишь его нужду в исцелении Во имя Иисуса Мы провозглашаем твою победу, твое исцеление В каждой нужде, в каждой записке, в каждом переживании Дух Святой приди Господь, ты никогда не проходишь мимо Ни одной нужды Ты целитель, ты восстановитель Ты созидатель развалин Боже, ты, Господь, способен Сделать невозможное И ты, сотворивший концы земли Никогда не изнемогаешь Ты всегда силен, полон сил Полон помазания Ответов и исцелений Для каждого ожидающего тебя, Господь Приди, Господь, в каждую нужду Приди тем, кто сейчас через онлайн чат И пишет свои нужды Прикоснись, Дух Святой Сойди, Дух Святой Исцели, восстанови, помоги В финансах, помоги во всех проблемах, ситуациях Приди в жизнь родных, близких, друзей, знакомых Кто еще не знает тебя, кто не примирился с тобой Боже, я молюсь, чтобы они Открыли свои духовные глаза и уши Чтобы слышать голос твой Чтобы Господь увидеть тебя в своей жизни И я молюсь, чтобы каждый из них Склонил свои колени Перед именем Иисуса Христа И принял твое спасение Принял твою любовь и благодать А мы веру и принимаем, что они будут стоять в Библии И проповедовать Евангелие во имя Иисуса Христа И мы благодарим тебя За эту благодать сеять, жертвовать Чтобы Царство Твое распространялось Чтобы Слово Твое, Господь, Боже, оно достигало Каждого человека Кто сегодня не имеет будущности И надежды, приди, Дух Святой Вы созделатели на жатвы, на Нивы Твои И поднимай, Господь, делатели Боже, во имя Иисуса мы, Господь Боже, благодарим тебя за эту благодать И участвовать в деле служения Быть соучастниками, соработниками На Ниве Твоей, Господь, благослови Каждого, кто жертвует, Боже, благослови Те, кто через онлайн сеять и жертвует Во имя Иисуса Христа Открой окно небесное И сделай благословение на каждого Боже, давай работы, давай новые возможности Открывай ресурсы, расширяй бизнес и дела рук Спасибо Тебе, Иисус Спасибо Тебе, Иисус Мы на руках молитвы приносим наших детей Мы молимся, чтобы Ты благословил их жизни И их судьбы Чтобы Ты, Господь, благословил наших детей Веди, направляй, поднимай их на Твои высоты Открывайся им, говори к ним, Господь, Боже Я молюсь, чтобы наши дети Они возрастали в познании Тебя Чтобы они приближались к Тебе Чтобы они служили Тебе Всем сердцем, всей крепостью, всем разумением Во имя Иисуса Христа Храни их от немощей и болезней Во имя Иисуса Христа Пусть Твоя рука будет на них Благослови родителей Благослови, Господь, воспитателей и учителей То вкладывай в них Твои ценности и истины Во имя Иисуса Христа Мы благодарим Тебя за все Ислам Во имя Отца, Сына и Святого Духа И весь народ Божий скажет Аминь Иисус достоин всей славы, всей чести Всей хвалы Слава Богу, дорогие братья и сестры За этот день И у нас еще есть Одна молитва за новорожденного Лев Мы приглашаем мать Марию и Ивана Чтобы помолиться за льва Слава Богу за вас Давайте их поприветствуем Слава Богу Давайте поднимем наши руки Отец Небесный во имя Иисуса Христа Мы на руках молитвы приносим льва Мы молимся, чтобы Твоя рука была на нем Чтобы Твоя защита, охрана Чтобы Твоя благодать, Господь, Боже Наполняла его жизнь, его судьбу Во имя Иисуса Христа Мы молимся, чтобы Господь, Боже, Ты, Господь Вкладывал в его сердце, Господь, Боже Свою силу, свое помазание Свою любовь, чтобы он возрастал На радость родителям Ива Славу Божию во имя Иисуса Христа Мы благословляем льва Мы благословляем родителей Дай мудрость в воспитании, Господь льва Во имя Иисуса Христа Пусть Твоя благодать и Твоя любовь Наполняет эту семью Тебе, Иисус, дорогой за них Слава, честь и хвала Во имя Отца, Сына и Святого Духа Аминь Слава Богу за вас Приходите к нам еще Мы верим, что это не последний Аминь А также пользуюсь возможностью Хочу поблагодарить всех мам Сегодня День Матери И слава Богу за каждую из вас Слава Богу за то, что однажды Бог явил на землю Такое великое благословенное чудо Это мать Аминь Поздравляю всех сестер Пусть Бог благословит вас Пусть Бог благословит ваши жизни Ваши сердца Знаете, мать Это не всегда та, которая имеет много детей Но мать это та, которая имеет Также и духовных детей Которая заботится Молится Переживает Слава Богу за вас Мы любим вас Мы благословляем И молимся за вас Давайте помолимся За матерей Давайте поднимем наши руки Отец Небесный Мы благодарны тебе За наших мам За наших бабушек Спасибо тебе Господь За каждую из них За то, что Господь Боже Они заботились о нас За то, что Господь Боже Ты вложил в их сердце Твою любовь Господь Боже Ты сказал Господь Слове Своем Что Господь Боже Мать Это великая ценно И Господь Боже Ты как мать Так же печешься О каждом из нас Боже Мы благословляем матерей Пусть придут все Твои благословения Пусть придут Господь Боже Твои ответы Твоя благодать в их жизни Мы благословляем их Твоим ситым именем Славим и поклоняемся Тебе за каждую из них Тебе Иисус слава Во имя Отца Сына и Святого Духа Аминь У нас еще так же есть Важная молитва За именинников Кто родился в ноябре месяца Поднимите свои руки Мы хотим помолиться За вас Слава Богу за каждого Кто родился в ноябре Слава Богу за то Что Бог Дал такую честь И привилегию Родиться в ноябре И слава Богу за то Что мы одна Большая дружная семья Слава Богу за вас Мы любим вас Ценим и дорожим вами Давайте поднимем наши руки И помолимся за именинников Также Отец Небесный Мы благодарны тебе Господь за каждого Кто родился в ноябре Мы благодарим тебя За то что ты дал Дыхание жизни Мы благодарим тебя За то что ты создал И образовал Каждого для славы Имени Твоего Мы благословляем Каждого Родившегося В ноябре Пусть все твои благословения Придут Пусть твоя благость Милость Боже наполняет их жизни Дома Семьи Веди Поднимай Направляй Боже Пусть Господь Твои ответы И твои возможности Приходят в их жизнь А мы Господь Благодарим тебя За каждого из них Благословляем их Твоим именем Тебе Иисус Дорогой Слава за каждого Во имя Отца Сына и Святого Духа Аминь Слава Богу дорогие братья и сестры Слава Богу Я также хочу обратиться к родителям Воскресная школа для возраста 10-12 лет пройдет в 13.00 в зале Нолик Поэтому будьте внимательны Также проводите ваших детей В воскресную школу Пусть Бог благословит Можете присаживаться Повернись своему соседу Скажи жив Господь Жива душа моя Слава Богу Иисус Достоин всей славы Всей чести Всей хвалы Нет лучшего времени Нет лучшего дня Как собраться вместе Для того чтобы поклониться Нашему Господу Аминь Я верю в то что Всегда у Бога есть для нас Слово Всегда у Бога есть для нас Ответ На какую-либо Нужду На какое-либо Ожидание У него всегда есть ответ Аминь Я хочу чтобы мы Сегодня порассуждали На такую тему Благодать и усердие Апостол Павел В 1 Коринфянам 15 глава С 1 стиха Пишет такие слова Напоминаю Апостол Павел Благодать его Во мне не было тщетно Но я более всех Потрудился Не я впрочем А благодать Божия Которая Со мною Интересно здесь апостол Павел Пишет Послание И хочет чтобы церковь Коринфе Воплотила все Что Бог вложил в нее Желание Павла Чтобы эта церковь Она исполнила Волю Божию Сделала То к чему Бог Предназначил Эту церковь в Коринфе Интересно Знаете Бывает в жизни что Люди уходят Откуда-то с работы Или еще откуда-то Не из-за того что катаклизмы Не из-за того что Катастрофы какие-то Происходят А люди порой уходят Из-за того что Они встретились с такой С рутиной Вот они Ожидали одно Встретились с рутиной И им стало Некомфортно Они встретились с трудностями И они ушли с работы Они оставили Что-либо О чем мечтали Интересно что апостол Павел Пишет церкви Коринфской И он ее ободряет И он напоминает Что они приняли Евангелие И он говорит им об этом Вы знаете Интересно что К примеру взять Молодых родителей Молодые родители Муж с женой Они вот Молятся о том что был ребенок И вот Супруга забеременела Вот она забеременела Живот у нее растет И все ожидают Скоро родит Бабушка Дедушка ожидает Друзья ожидают Слушай Такое чудо Ну такое Такой праздник впереди Такое вот Что-то такое вот Невероятно впереди Нас ждет Вот пополнение в семье Это же огромное благословение Это же так классно Это же так Так чудесно Прекрасно И Перед родами Уже Врач поставил Определенную дату Сказал что Примерно такого-то числа Должна родить И вот там За день За неделю За два-три дня До родов Друзья Подруги Устраивают Такой праздник Для беременной Женщины Такой праздник устраивают Называется Бэби шауэр И они Приносят подарки Они приносят Подгузники Приносят еще что-то Пеленки Распашонки И потом Такой праздник Для беременной Матери устраивают Праздник И вот Все веселятся Радуются Все подруги Одевают Там подушки Засовывают Под платье Чтобы тоже ходить Беременным Чтобы как бы почувствовать Чтобы ее порадовать Посмешить Друзья там Засовывают Тазики там Тоже ходят И вот им всем весело И такой праздник Все так весело Все так классно И все ждут Когда родится Ребенок И это так весело И замечательно И прекрасно И вот приходит День родов Она рожает Она проходит Через боль Через Бессонные ночи Рожает Появляется Ребенок То Что ждали То о чем Радовались И приходит Вместе с ним Приходят Трудности Вместе с рождением Ребенка Приходят Бессонные ночи Приходит Такая рутина Когда тебе надо Заботиться О твоем новорожденном Ребенке Тебе надо О нем думать Тебе надо О нем позаботиться И вот он ночью Начинает кричать Поднимается температура И ты думаешь Ну что сделать Или скорую вызывать Или сами справимся И ты начинаешь Звонить Спрашивать Как Почему у него температура Почему он кричит Что у него Животик надулся Может Как помочь Что сделать И ты не знаешь И ты переживаешь И ты утром Понимаешь Что ты уставший Тебе надо идти на работу Мужу там На работу надо идти И ты приходишь с работы И думаешь Интересно Будет спокойный день Или ночь Или веселая будет ночь И ты смотришь уже На отца Он уже ищет Где бы немножко Поспать Где бы немножко Выхватить такой момент Вот Поспать Потому что ночь была Вместе с супругой Бессонная И вот приходят Вот это Вот эти трудности Вот эта рутина Вот это То Что не совсем Порой Легко Интересно Что апостол Павел Пишет коринфянам Он пишет им Такие слова Что Напоминаю вам Братья Евангелие Которое благовествовало Которое вы приняли И в котором утвердились Он им напоминает Вспомните Как вы пришли к Богу Радость Ожидание от Бога Ожидание Ожидание Чего-то такого Великого Ожидание Что Бог что-то будет делать Мы ожидаем Мы хотим служить Мы хотим делать что-то для Него Мы хотим Посвятить свою жизнь Ему И вот мы посвящаем И вот мы Мы ожидаем от Бога И вот мы В деле Вот мы в служении Вот мы что-то делаем Мы молимся Мы читаем Слово Божие И мы вот В этом благословенном Счастливом Следовании за Богом И приходят моменты трудностей В наше служение В наше христианство В наше следование за Богом И мы начинаем встречаться С этими трудностями Мы начинаем встречаться С непониманием людей Мы начинаем встречаться С тем, что люди Нас не понимают И вот Коринфяне Они встретились с этими трудностями Они столкнулись с тем, что Их не понимали Они приходили на работу Их не понимали Над ними смеялись Они приходили домой Может где-то дома Что-то происходило Не все так, как они Думали или представляли И стало происходить Что-то в их жизни Знаете, интересно, что Когда мы сталкиваемся с трудностями Трудности имеют Имеют такую функцию Уводить наш фокус Как бы Убирать наш фокус С главного На неважное Когда ты встречаешься С трудностью Тебе надо ее решить Тебе надо ее разрешить И ты решаешь эту трудность Приходит новая трудность И ты вроде бы держал фокус На том, чтобы Искать лица Божьего Следовать за Богом Но вот одна трудность За другой Начинает уводить тебя И ты начинаешь Подать в суету И ты начинаешь Делать то Что ты уже Что ты бы не хотел делать И апостол Павел Начинает напоминать Коринфянам Говорит Мы утвердились Евангелие Мы с вами пришли К Богу Мы с вами пришли Мы с вами Открыли свое сердце Для него И он начинает Вдохновлять Он начинает Поправлять их светильники И знаете Павел пишет Церкви Которая Ну знает Что такое усердие Реально Каринфская церковь Они знали Что такое усердие Они знали Как трудиться для Бога И У Каринфа Это город В котором развита инфраструктура Это город Где много дорог Это такой Припортовый город Рядом порт И вот много кораблей приходит И надо продать Купить Перепродать Еще что-то Такой торговый город Где люди Много работают Много суеты Много трудностей всяких И вот Они сталкивались С трудностями И Павел Им напоминает О важности Евангелия В их жизни Знаете, однажды Павел Шел в Дамаск И когда он шел в Дамаск Со своими целями Убивать верующих Гнать церковь Бог остановил его Он сбросил его С лошади Он ослеп И вот Павел Понимая Кто с ним Сейчас перед ним стоит Он склоняет Свои колени Господи, кто ты? Он говорит Савва, Савва, что ты гонишь меня? И Бог Начинает Поправлять Его светильник Бог начинает Говорить в его сердце Пришло время идти за мной Пришло время Следовать за мной Павел Я люблю тебя Павел Я хочу, чтобы ты служил мне И вот Павел Принимает решение Я иду за Богом Я следую за Ним Я пережил встречу с Ним И вот Знаете Если Бог знает Когда И как остановить нас Когда мы идем не туда Бог знает Как нас остановить Когда мы Впадаем в суету Мы с вами Начинаем делать Не то, к чему Бог нас призвал Мы забываем Что значит Молитва Мы забываем Что значит Отношение друг с другом Общение Служение Мы порой Начинаем В этой суете В этих проблемах В этих трудностях Впадать В такую крайность И забываем о деле Божьем Но Бог знает Как нас остановить И Он знает нас Как остановить По одной причине Он сильно любит нас Он сильно любит нас Сегодня Мы сталкиваемся с трудностями Сегодня мы проходим Мы встречали в своей жизни И мы начинаем их решать Мы начинаем Делать это Мы начинаем Церковь Божия И Он говорит о себе Я наименьший из апостолов Но знаете Если так посмотреть То можно не согласиться С Павлом Павел Ну какой ты наименьший из апостолов Всегда Если Мы слышим Слово апостол То это Слово апостол И имя Павел Оно как синонимы Уже для нас Мы уже слышим Если апостол То Павел Почему Мы знаем Что Павел Написал Из 27 книг Нового Завета 13 из них Написал Точно Павел И когда мы говорим Слово апостол Мы не подразумеваем Что апостол там Варфоломей Хотя Варфоломей тоже был апостол Но мы подразумеваем Апостол Павел Как ты Павел Говоришь Что ты наименьший из апостолов Ты же легенда Ты же тот человек Который начинал Огромное количество церквей Ты и там начал И тут начал И там начал Но он пишет Что я чувствую Что Ну Не заслужил это Я не заслужил Быть апостолом Павел говорит Что я чувствую себя Но Больше мальчиком Чем отцом Я внутри Как мальчик Я внутри вот Ну чем вот отец Меня называют так Другие апостолы Но я чувствую Что я не такой И Павел знал Павел знал Павел знал и чувствовал себя Недостойным Этого титула Знаете мы Служим Богу Мы Вот Я смотрю на сестер На братьев В группе порядка Те которые верно Уже годами служат Это вообще Благословенные Братья и сестры Слава Богу за них Вы знаете Как Как мы приходим в служение Мы слышим Что это Ну Как вот ребенок Когда он В животике у матери Как это классно Скоро он родится Вот мы слышим Как классно быть в служении Как классно вот служить Богу Вот братья и сестры Давайте в группу порядка Приходите Служите Давайте Мы ждем Мы приглашаем вас И вот они пришли в группу порядка В ожидании Им дали красивый беджик Им одели красивый галстук И вот они вот В таком предвкушении Ожидании Вот сейчас я буду служить Я буду вот Сейчас так будет классно Так Так весело Так четко Так интересно Так это же так замечательно И вот Встает группа порядка И сталкивается с трудностями Встречается с трудностью Что надо позаботиться Здесь о человеке Тут надо уделить внимание Тут надо уделить внимание Тут тебя не поняли Тут Тут с тобой не так обошлись Как ты ожидал И ты работаешь над собой И ты И ты понимаешь Что это трудность Это Это постоянная работа над собой Это постоянно Надо как-то Делать То, что Бог ожидает от тебя Когда настроение хорошее И когда плохое настроение Ты всегда должен быть Таким человеком Который усердно трудится Аминь И ты уже понимаешь Что это возможно не так весело Что это не так Не так прям Интересно и захватывающе Но ты уже понимаешь Что каждый раз Ты должен быть Раньше всех Каждый раз Ты должен быть Всегда на том месте Где ты есть Ты должен служить Ты должен Выглядеть так Как будто ты Самый счастливый человек Но ты знаешь Что ты проходишь Через какие-то трудности Через какие-то сложности Испытания И вызовы Знаете Любое служение Любой труд для Господа Это усердие Аминь Это усердие Мы иногда смотрим На служителей И думаем Вот классно Вот они так Классно все Но мы иногда порой не знаем Через что они проходят И с чем они сталкиваются Я хотел бы немножко О себе сказать Ну В свете Этой проповеди Когда мы отучились в библейской школе Мы поехали Начинать церковь в Киргизии И вот Когда мы там служили Я не был женат И вот приехал в Пермь Думаю вот надо Помолиться Чтобы все-таки Нехорошо быть одному И вот Понравилась Сестра Она мне Я ей И вот мы так Пообщались И вот я подошел К Эдуарду Анатольевичу Он говорит Ну если женишься Будешь Мы тебя в Пермь вернем И я такой Ну улыбается Я думаю шутит И вот Помолвка Через какое-то время Потом свадьба Через какое-то время И Эдуард Анатольевич говорит Ну что женился Все давай помогай В Перми здесь Я был очень удивлен Вот И начал помогать В библейской школе И когда я месяц Первый месяц У меня глаз дергался Века Оно так дергалось Что я Ну Говорят что это нервный тик Но он дергался Потому что Реально я вот Думал ну классно Это же огромная церковь Это же огромная ответственность Это Так так Очень хорошо служить Но Это огромная ответственность И когда ты Принимаешь эту ответственность Ты понимаешь что Ну Не все так просто Не все так Всегда весело Ты должен Готовить себя К служению Ты должен Работать над собой Ты должен Не только над собой работать Но и должен И людям послужить Таким образом Чтобы они Следовали за Богом И глаз дергался Я стою и учу И думаю видно Что у меня дергается Или не видно Целый месяц И вот Служим Я смотрю как Братья пастора служат Сильно Сильно Благословенно И вот Однажды Спустя Какое-то время Не один год Прошел Я спускаюсь Иду вниз В кафе покушать Пастора Собрались У них совещание Они там Планируют Планы церкви Я спускаюсь В кафе покушать И Ко мне подходит Лариса Альбертовна Такая подходит И говорит Там братья наверху Собрались Они уже долго сидят Они голодные Возьми вот Отнеси им тарелку С клубникой Она отдала клубнику Я смотрю такая красивая клубника Отнеси и пусть они хоть что-то перекусят Пошел наверх Поднимаюсь Ставлю на стол клубнику Эдуард Анатольевич на меня посмотрел И говорит Слава А ты молился? Думал о том, чтобы быть в команде пасторов Пасторов Я такой Ну это Нет, не молился Но внутри такое чувство Что-то новое Она говорит Ну давай подумай, давай Будем молиться об этом Хорошо И вот спустя время Уже в команде Пасторов, служителей Знаете, вот Внутри такое вот Ожидание вот чего-то Нового Классного Благословенного Я такой думаю Ну надо же вот так Клубничку отнес Знаете Все время служения я видел Как пастора, служа Прилагают усердие ко всему Вот Каждому человеку Смотрю Адвард Анатольевич Все время вспоминаю А где этот? А где этот? А братья, а где тот? Всегда усердие Всегда Переживание Всегда Это не просто Я понимаю, что Служение Богу Это не просто Вот какое-то такое чувство Вот Классно Вау А ты понимаешь, что это вот Как ребенок родился Да? Все Пеленки Смотришь Там папа бегает Бессонные ночи У папы Папа там Подгузники С мамой вместе Убирают Переживают И это такая рутина Это такой труд Но в итоге Когда ребенок Сын вырастает Ты смотришь на него Благословение Благословение И ты думаешь Вот Ты вот эту рутину Вот этот труд проходил Ты вот Бессонные ночи Еще что-то Но ты глядя на своего сына На своих детей Ты смотришь Благословение Благословение Вот, братья и сестры Мы Начинаем служить Богу Мы Слышим призыв Божий Посвяти свою жизнь Богу Бог Будет являть свою славу В твоей жизни Мы слыша это Мы говорим Да, Господь Я готов служить тебе Я хочу служить тебе Я хочу идти за тобой И ты начинаешь идти за Богом И ты попадаешь В такую рутину В такие трудности Ты начинаешь Ты понимаешь Что надо работать над собой Ты понимаешь Что есть ситуации С которыми ты не силен справиться Ты понимаешь Что от тебя ожидается то Чего ты никогда не делал Ты понимаешь Что это Ну Доверие Богу Это работа Над твоим характером Над твоими трудностями Над тем Что ты С чем ты сталкиваешься И с чем сталкиваются Другие люди И ты понимаешь Это огромный труд Здесь интересно В 10 стихе Апостол Павел пишет Но благодатью Божию Есть то что есть И благодать его Во мне не была тщетна Но я более всех Потрудился Не я впрочем Но благодать Божия Которая со мною Здесь как бы Когда мы смотрим На апостола Павла Апостол Павел Как будто Кажется Как будто бы В этом стихе Он как бы Немножко превозносится Да Он говорит Что я больше всех Их потрудился Кого их Здесь написано И Аков Здесь перед этим написано А другим апостолом Открылся Иисус Киеве Открылся Потом 12 То есть И он говорит Я более их потрудился А потом такой Как бы знаете Как бы Здесь написано И благодать его во мне Не была тщетна Но я более всех их потрудился А потом Двоеточие Не я впрочем А благодать Божия Которая со мной И мы понимаем Что Что значит Больше потрудился Это значит Он больше приложил усердие Он больше приложил старание Он больше приложил Труда своего К делу Божьему А потом такой Как бы Ну как бы Я больше как бы хвастается, а потом говорит, ну как бы это не я, но благодать Божья. И получается здесь он приложил усердие и в то же время здесь Божья благодать, не я а благодать. И знаешь, знаете в чем здесь момент какой заключается, что мы порой отделяем эти два момента усердие и Божью благодать. Мы отделяем, мы привыкли отделять, разделять, но Писание говорит, что Бог сочетал, то человек не разлучает, что если эти понятия вместе должны быть, то они должны быть вместе. Мы знаете, порой такие вот как бы разделяем вот я бы хотел быть справедливым, я справедливый, а другой там я патриот, к примеру, да, но справедливость и патриотизм это же одно, ну как бы одно целое, не может одно без другого быть, ну к примеру. А здесь Павел говорит об усердии и благодати Божьей. Так вот, здесь заключается истина в том, что усердие и благодать, они вместе, они должны работать вместе в нашей жизни. Это знаете, как, к примеру, человек, который разделил усердие и благодать, вот он лежит на диване и говорит, я вот, ну, ничего не буду делать, благодать Божья со мной, он не работает никуда, ну, не устраивается на работу, хотя сильный, физически, и все может делать, но вот он благодать Божья. У меня благодать, Бог заботится обо мне, у меня там, и еда у меня там бывает, все по благодати, я ничего не делаю. Или я не принадлежу никакой церкви, но у меня по благодати, я с Богом, у меня все по благодати, Бог со мной, я с Ним и так далее. Но апостол Павел говорит здесь совсем другие вещи, он говорит, что надо прилагать усердие к том, что ты делаешь, надо прилагать усердие в служении, надо прилагать усердие в создании, ну, в работе, в семье своей, прилагай усердие, прилагай усердие на своей работе, там, где ты есть, прилагай усердие в служении своем, и тогда благодать Божья будет помогать тебе и содействовать. Но мы привыкли так, что порой, что, ну, вот, Божья благодать, Вот она, ну, благодать же Божья. А Павел говорит, здесь не так, не так. Приложи усердие, усилие в своей семье, усердие, поработай. Приложи усердие на своей работе, приложи усердие в своем служении, приложи усердие там, где ты есть, и Божья благодать, Божье помазание будет сходить на тебя, и Бог будет прославляться в этом. Аминь, народ Божий. И Бог именно это ожидает от нас. И здесь апостол Павел говорит, что не я, но он не хвастается, он не говорит, что он такой молодец, что он больше всех, что он такой, вот они там, Яков, там с апостолами они меньше, а я вот такой больше. Нет. Он говорит о важности усердия, о важности перелагать усердие, что Бог ему дал достаточно благодати, чтобы открыть столько церквей, чтобы служить ему. Бог дал ему достаточно благодати, чтобы быть усердным в этом даре, чтобы быть, это Божья благодать. Знаете, что интересно, он здесь пишет, что, впрочем, но благодатью Божьим есть то, что есть. Знаете, иногда, порой мы пытаемся, как бы, мы что-то делаем для того, чтобы расположить Божье благорасположение заслужить. Мы что-то делаем, вот, Бог, ты же видишь, что я делаю, вот, ну, ты должен как-то расположиться ко мне, я вот, ты же видишь, я приложил усердие. Нет, мы не, мы, и Павел здесь именно это говорит, что я служу Богу, но я, я не служу Богу, потому что угодить ему, а я ему служу, потому что он многое мне простил, потому что он уже и излил свою благодать на меня, он уже излил свою милость для меня, поэтому я ему усердно служу, поэтому я ему для него усердно тружусь, и благодать содействуют этому. Аминь. Поэтому для Бога важно, для Бога важно, чтобы мы понимали, что Он ожидает от нас усердия, Он ожидает от нас открытое сердце. Знаете, мы иногда думаем, что благодать, она дана для того, чтобы покрыть нам какие-то грехи. Вот она для этого. Вот я живу, как хочу, и я под благодать. Вот благодать меня нашла, она покрыла меня, и я вот так поступаю. Нет, но прилагаю усердие к свободе, к победе, стремясь к тому, чтобы получить свободу от Господа, я прилагаю усердие, а Бог изливает свою благодать и дает свободу. Аминь. Он дает свою свободу, Он дает свою победу каждому из нас. Поэтому это благодать, которая меняет нас. Когда мы прилагаем усердие, приходит Божья благодать для перемен. Поэтому апостол Павел говорит, что я по благодати. Благодатью. Знаете, что интересно, когда Иисус говорил такие слова, помните, он цитировал пророка Исаию, говорил, «Дух Господень на мне, помазание Божие на мне, благодать на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня, наделил меня помазанием и благодатью исцелять сокрушенных сердцем». То есть Он дал мне помазание, чтобы я приложил усердие достигнуть этого человека. И я, когда достигаю этого человека, когда я совершаю усилия над собой, и я иду к этому человеку, начинаю говорить к нему, то благодать Божья сходит и касается этого человека, и он открывает свое сердце для Бога. Знаете, благодать заставляет нас прославлять. Она даст всегда выстоять в какой-то ситуации благодать. Она заставит тебя подняться и пойти снова, если ты упал. Она заставит тебя вставать. Вставай! Я упал, мне тяжело. Вставай! Прилагаю усердие. Ред! Я не могу, если я встану, я опять получу. Ничего страшного, вставай, получишь. Я с тобой. Благодать заставляет нас поменять свой путь. Благодать заставляет тебя и меня извиниться в том, в чем, может быть, ты даже был прав, но ты обидел кого-то. Благодать заставит тебя извиниться. Благодать заставит тебя выдержать. И ты выдержишь, ты пройдешь через то, через что ты, казалось бы, не мог пройти. Я усерден, Павел пишет, я усерден. Почему? Потому что больше нуждался в благодати, чем любой из них. Больше нуждался в благодати. И каждый день, это милость Божья. Каждый вдох сегодня, это благодать Божья для меня. Я благодарю Бога, что сегодня могу дышать. Я благодарю Бога, что сегодня могу находиться в Доме Божьем. Я благодарю Бога за то, что сегодня я смог подключиться к чату, что я смог сегодня подключиться к трансляции церкви. Я благодарен Богу за эту благодать в своей жизни, сегодня слышать Слово Божие, сегодня поклоняться Богу, сегодня это возможность, это благодать для меня быть в Доме Божьем, быть в присутствии Божьем. Как Давид писал, я пребуду в Доме Господнем многие дни. Мы не заслужили Его спасения, но у меня есть благодать и мои усилия не от того, чтобы заслужить Божью благосклонность, а не от того, что у меня уже есть Его благосклонность. У нас уже есть Его благосклонность, поэтому, видя эту благосклонность, я хочу Ему служить. Аминь. Я хочу прилагать усердие, хочу усердно служить Ему, потому что я вижу Его расположение. Аминь. Поэтому моя благодать в усердии. Павел пишет, что он больше делал так, потому что он знал, кем он был. И он в 9 стихе пишет, что я недостоин, потому что гнал церковь Божию. Я знаю, кем я был. Я знаю, я убивал людей. Я издевался над людьми. Я смеялся над Богом. Я проклинал Бога. Когда я вспоминаю, когда первый раз приходил в церковь на служение, помню, в Декадзержинского. Мы первые разы, когда приходили, мы смеялись. Смеялись, церковь собирается молиться, а мы смеемся. Ай, артисты. Смотрим конференции. Мы на конференции. Мама пригласила нас на конференции. Вот братья там, конференция там, будут гости из другой страны служить. Вау, а мы же тогда иностранцев в жизни не видели. Это же вообще диковина. Пошли смотреть иностранцев с братом. Встали, еще во дворец не пускают, еще началось уже нет. Стоим на улице, смотрим, воду выносят. Ну, эти, воду несут, думаю, вот надо же, а. Вот, пьют воду там, и мы с братом таки стоим, осуждаем. Ну, надо же, куда воду понесли? Там братья разгружают, чтобы, ну, видимо, гостей у гостей, чтобы у них была вода, позаботиться и так далее. А мы стоим и смотрим, и, ну, надо же, а, куда идет все, а? Почему? Потому что мышление было такое. А и апостол Павел понимал, он говорит, я смеялся над церковью, я гнал церковь, я издевался над церковью. И он говорит, поэтому я недостоин. Порой мы что-то делаем для Бога, и тебе говорят, слушай, ты классно, классно было прославление, классно дети, классно, классно молодцы вообще, классно все. Слава Богу. Но когда человек начинает слышать свой адрес, молодец, ты хорошо потрудился, и ты начинаешь, ну, я, ну, что я? Но именно Бог, Он радуется, и Он счастлив тому, что ты делаешь. Не важно, что ты чувствуешь внутри, когда ты служишь Ему. Важно, что Бог, Он благодарен тебе, и Он скажет, добрый, верный раб, я благодарю тебя за твое посвящение, усердие и служение. И я всегда высвобождал свою благодать, чтобы ты смог исполнить то, к чему я тебя призвал. И Павел говорит, в усердии, но это не я, а Его благодать во мне. Знаете, Бог дал такую благодать воспитывать детей. Но знаете, вот на вас именно та благодать, чтобы воспитать ваших детей. И если кто-то другой будет отцом или матерью, они не смогут воспитать таких сыновей, таких дочерей, они не смогут. Потому что на вас благодать для ваших детей и для ваших внуков, на вас благодать, чтобы оказать влияние на них. Если другой дяденька будет или другая тетенька, у них не получится так, как у вас. У вас именно та благодать, которую вот именно под вас Бог построил, чтобы именно вот вашим детям послужить. На матерях такая благодать. Такая вот, никто им не сможет послужить, вот никто, вот как только ты. Как только ты. Поэтому у вас есть эта благодать. И Он дает благодать на твои трудности. Где твоя работа, где твое служение, где твои трудности, там твоя благодать. Там твоя благодать. Бог дает благодать, и она специально разработана для того места, куда предназначил тебя Бог. Она разработана для тебя. Павел говорит, что это Его благодать во мне. И третий стих написано. «Ибо я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши. То есть, передал то, что и мне Бог подарил. Я передал вам то, что Он мне подарил. У вас так тоже есть благодать. У вас есть тоже. И я в усердии, но в моей благодати. Так же ты будь в усердии, но в твоей благодати. Аминь. Знаете, есть люди, иногда, ну, или ситуации, или обстоятельства, с которыми тебе не хочется встречаться, с которыми тебе не хочется общаться, с которыми, ну, знаете, вот такие вот есть. Я думаю, у каждого есть такой человек, с которым ты бы, ну, как бы, ну, стороной бы обходил. Но знаешь, вот у тебя есть благодать для служения этому человеку. Есть люди, которые не одобряют тебя. Но Бог через это являет свою славу, чтобы освободить тебя от зависимости, одобрения людей. Есть люди, которые все время недовольны, они против тебя что-то все время говорят. Ты думаешь, ну, вроде бы было классно, было благословенно, а другой, он недоволен, он говорит, ну вот. И этот человек, у тебя, Бог тебе дал достаточно благодати, чтобы оказать влияние и послужить этому человеку. Или ты оказался в пробке, ты встал, полчаса стоишь в пробке. У тебя есть достаточно благодати, увидеть благодать Божию и понять, что эти полчаса Бог тебе подарил, провести вместе время с Ним, помолиться. Знаете, вы сматриваете в каких-то трудностях Божию благодать. Вот пришла трудность, не убегай от нее. А вот в чем Божия благодать вот в этой трудности? Я хочу, я хочу делать, начать делать, потому что я понимаю, что это трудно, я понимаю, что я столкнусь, но я знаю, что Божия благодать, она не тщетна, она со мной. И благодаря Божьей благодати и прилагая усердия, мы справимся. Мы иногда бежим от трудностей, мы иногда бежим, что почему ты не делаешь это, почему ты не служишь здесь? Ну трудно, тяжело, я не могу, я вот, ну я знаю себя, я вот не такой человек. А Бог говорит, начни прилагать усердие, чтобы это делать, а я высвобожу благодать, чтобы помочь тебе пройти эти трудности. Аминь. И чем больше ты будешь брать ответственности на себя, чем больше Бог будет вкладывать в твое сердце, тем больше благодати он будет высвобождать. Поэтому Бог вкладывал в сердце Павла, иди туда, служи тем, теперь иди туда, сюда не ходи, туда иди. И он прилагал усердие, он понимал, что вот сейчас, пойдя туда, в этот город, его ждет что-то, его побьют камнями. И он прилагал усердие, чтобы идти туда. Он начинал делать, и вот он встретился с людьми, которые негодуют, которые против него, которые кричат, которые берут камни, начинают кидать в него. И он понимает, что есть Божья благодать в этом всем. Что Бог, если послал меня, то есть Божья благодать. И написано, Бог и воскресил его. Его унесли за город, подумали, что умерший. Но Бог воскресил его, он увидел Божью благодать, и он говорит, что благодать его во мне не была тщетной. Знаете, мы иногда не делаем, потому что мы думаем, что вот если бы как он, как она была бы, если бы я была как она, то вот тогда бы да, а так как я не как она, поэтому я не могу. Но Павел пишет, чтобы благодать не была тщетной, есть твоя благодать. И когда ты смотришь на кого-то, твоя благодать, она становится тщетной. Иоанна 1,14 там написано, и Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины, и мы видели славу Его. И Слово стало плотью, полной благодати и истины. Иисус всегда с усердием служил, и всегда благодать Божия наполняла его жизнь. Аминь. Павел говорит, 1 Коринфянам 15,10 написано, я немножко другой перевод прочитаю. Бог был очень добр ко мне, и я не хочу потратить ни капли этой доброты, потому что ее цена слишком высока. Бог был очень добр к нам, и давайте не будем тратить ни капли этой доброты, потому что цена этой доброты к нам слишком высока. слишком высока. И Павел знал и понимал эти, потому что он видел цену, которую Иисус заплатил. Дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы каждый из нас мы понимали, какая цена стоит за той благодатью, которую Он излил в нашей жизни. Аминь. Прошлое позади, передо Мною крест, и я не буду тратить благодать. Аминь. Сей день сотворил Господь, и Он дал достаточно благодати, чтобы мне в усердии сегодня прославить Его имя, чтобы мне в усердии сегодня послужить своей семье, на своей работе, в своем служении. И я отказываюсь оставлять благодать неиспользованной. Я хочу, чтобы благодать, она была, она не была тщетной. Я не хочу оставить тщетной сегодня благодать, но я хочу, чтобы эта благодать была использована сегодня в жизни каждого из нас. Аминь. Давайте поднимемся на наши ноги. Может быть, сегодня ты тратил благодать Божию, которая больше любого нашего позора. великая благодать, если мы ее не ценим, то мы ее не понимаем. И Бог дал благодать для каждого из нас, для церкви своей, чтобы мы пользовались этой благодатью. Аминь. Давайте пользоваться благодатью Божией и служить в усердии. Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе, мы благословляем Твое имя, мы благодарим Тебя, Иисус, за жертву, за кровь Твою. Спасибо Тебе за то, что цена благодати так высока, так велика, Господь. Боже, и мы хотим, Господь, чтобы Ты прославлялся в жизни каждого из нас, чтобы Ты являл свою славу в жизни каждого брата, каждой сестры, свое величие, могущество, благость свою, милость свою. Боже, прославляйся, возвеличивайся. Дух Святой, сходи на каждого, Дух Святой, изменяй нас, Дух Святой, веди нас, Господь Божий, к своим делам, к своему труду, веди нас, Господь Божий, к тем целям, которые и Тебя есть на нашей жизни во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе за Твое присутствие, спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, Боже, касайся, вдохновляй, исцеляй, созидай, прославляйся, возвеличивайся среди народа Твоего, в церкви Твоей, в домах наших, в семьях. Боже, благослови, Господь, каждого в служении, в работах. Боже, чтобы в усердии не ослабевали, духом пламенели, Господу служили. Где бы мы ни были, в каком бы месте, Боже, где бы мы ни находились, пусть, Господь, наше усердие не ослабеет, и, Господь, Боже, Твоя благодать, она ведет и направляет нас во имя Иисуса. Кейра ла рабронта ла радей. Господь, спасибо Тебе, мы поклоняемся Тебе, мы прославляем Твое святое имя. Редери санта ла радей. Кейра ла радери санта ла радей. Боже, я молюсь за тех, кто сегодня столкнулся с трудностями. Боже, тот, кто сегодня столкнулся со своими трудностями и опустил свои руки, как однажды коринфяне опустили руки свои, и они проходили трудности, сложности, но Ты, Господь, явился достаточно благодати, достаточно своей любви в их жизни, чтобы, Господь, Боже, эта церковь была сильной, благословенной, помазанной. Во имя Иисуса Христа, я молюсь, чтобы, Господь, Боже, вернулась радость, которая ушла в результате трудностей, чтобы вернулся мир, шалом Твой, чтобы, Господь, пришла Твоя любовь, пришла сила Твоя, помазание для служения, для действия, для служения Тебе. Редери санта ла радей. Боже, будь прославлен, будь возвеличен в наших жизнях, в наших служениях и домах, Господь, будь прославлен. А мы, Господь, за все Тебя благодарим и славим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Знаете, один человек сказал, что он просил у Бога, Господь, дай мне песню, дай мне, в молитве просит, вот дай мне песню, я хочу для Тебя песню сочинить. А Бог ему говорит, ты мне песню дай, ты мне дай песню. я тебе дал уста, я тебе дал разум, я тебе дал сердце, приложи усердие, чтобы мне дать песню. Я достаточно дал тебе помазание, приложи свое усердие, дай мне песню ты. Мы иногда как бы, знаете, так вот, Господь, вот ты дай, ну, не дал, ну, ладно. А Бог говорит, начни усердно искать Меня, если у тебя есть нужда, начни усердно, начни искать Слово Божие, начни копаться в Слове Божьем, чтобы получить ответ, начни прилагать усердие, а я и залью благодать, и дам живое Слово Рема на твою ситуацию. И сила Божия придет, и ответ Божий придет. Аминь. Я хочу обратиться к тем людям, кто сегодня, возможно, впервые здесь, на этом месте. Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Если ты такой человек, ты нуждаешься в спасении, в прощении грехов. Подними свою руку. Мы хотим помолиться за тебя. Мы хотим, чтобы Господь изменил твою жизнь раз и навсегда. Есть такой человек сегодня в этом зале. Подними свою руку, не стесняйся. Слава Богу за вас. Я хочу пригласить вас сюда, на это место. Мы хотим помолиться за вас. Выходите, не стесняйтесь. Может быть, ты не поднял свои руки, но ты знаешь, что тебе нужно примириться с Господом. Выходи сюда, на это место. Будем молиться. Давайте поприветствуем этих людей. Слава Богу за вас. Может, ты стоишь и думаешь, потом, в следующий раз. Сегодня день спасения. Сегодня Бог ожидает тебя. Слава Богу за то решение, которое вы приняли сегодня, примириться с Богом. Я также хочу обратиться к тем, кто с нами через онлайн. Может быть, также Бог говорит в твое сердце, примирись со мной. Повторяй вместе с нами слова молитв. Библия говорит о том, что молитва есть разговор с Богом. Я буду говорить слова молитвы, повторяйте вслух, хорошо? Отец Небесный, я верю, что ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа, за мои грехи. Иисус Христос, прости все мои грехи, и я открываю свое сердце для тебя. Тебе за все слава. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И мы в церкви помолимся за вас, хорошо? Давайте поднимем наши руки. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим тебя за наших друзей, чьи имена прямо сейчас ты записал в книгу жизни. Господь, благослови их, Господь. Открывайся им, говори к ним, исцеляй, восстанавливай их судьбы, благослови их дом, благослови их жизни, благослови, Господь, их будущее во имя Иисуса Христа. Пусть твоя отрада, твоя радость спасения наполняет их сердца, их жизни во имя Иисуса Христа. Мы благословляем их твоим святым именем и благодарим тебя за то, что с этого дня мы одна большая дружная семья. Тебе, Иисус Дорогой, за них слава. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Вы можете пройти, у нас есть люди, которые хотят подарить вам Евангелие и рассказать о церкви. Пусть Бог благословит вас. Слава Богу. Дорогие друзья, может быть, вы сейчас с нами через онлайн повторили слова этой молитвы, молитвы покаяния в первый раз. И вы сейчас на своем экране можете видеть номер телефона, который привязан к сети Вайбер и ватсап. Вы можете позвонить или написать нам, и мы поможем вам возрастать в Боге, мы поможем вам найти церковь, которая находится рядом с вами. Пусть Бог благословит каждого из вас. Пусть Бог благословит вас.